В Балахнинском цехе предприятия «Русскомтранс» собирают спецтехнику. Работают слаженно, но есть неверные производственные решения, которые сразу бросаются в глаза Алексею Голубеву, эксперту нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Ему предстоит наладить логистику на предприятии и разобраться с излишним складированием заготовок на линии сборки. Это замороженные деньги, которые у нас лежат на производстве и приводят к увеличению себестоимости. Эксперты Федерального центра компетенций с острым взглядом будут полгода работать над эффективностью предприятия. В первые три месяца проведут диагностику и создадут план работ. Следующие три месяца уйдут на практику. Основная задача – вовлечь всех сотрудников в бережливое производство. Люди иногда просто боятся или думают, что мы делаем что-то плохое. У нас есть, опять же, отдельное направление, которое занимается этим. У нас даже есть отдельные люди, закрепленные за предприятиями. Это менеджеры по изменениям. Они пытаются нам помочь с точки зрения вовлечения всего коллектива, с точки зрения вовлечения руководства в процесс изменений и преодоления вот этого сопротивления или непонимания, если оно есть. Если у них есть такой опыт, они поездили по разным предприятиям, где-то посмотрели что-то, где кто как делает. А изнутри, я бы сказал, что это сложновато. Вроде как-то хочется улучшить, а вроде как бы и думают, что вроде нормально все. Чтобы снять первые сомнения коллектива, специалисты Центра компетенций проводят короткую лекцию во дворе предприятия и рассказывают, почему нужно менять процессы. Цель этой компании – увеличить производительность труда на 10% за один год. У нас две производственных площадки. Одна располагается здесь, в городе Балахна. Другая производственная площадка у нас располагается в городе Держинск. Производят они принципиально разные тематики продуктовых линеек. Проект мы начинаем здесь, в Балахне, с участка по производству автомобильных специализированных фургонов. И далее, получив опыт и компетенции, планируем тиражировать его на все остальные виды продукции. Этот завод стал 121-м участником нацпроекта «Производительность» в Нижегородской области. Интерес предприятий объясняется возможностью получить федеральные займы до 300 миллионов рублей на 5 лет под 1% годовых. Региональная власть также разработала свои меры поддержки для тех, кто готов к изменениям. Мы единственный регион, который предоставляет для участников проекта финансовую поддержку на приобретение оборудования от субсидий до 5 миллионов рублей. И различные обучающие мероприятия со стороны как федеральных, так и региональных обучающих центров. Показатели действительно Нижегородской области отмечаются, в том числе на федеральном уровне. Наш регион был признан лучшим в части внедрения элементов производительности труда на наших предприятиях. Работа ведется и по тем заявкам от предприятия, которые поступают, мы видим, что это направление очень востребовано в Нижегородской области. Проект будет продолжен и в 2021 году. Александр Шеломцев, Михаил Городников. Время новостей.